Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня необычное видео. Сегодня речь пойдет о биорезонансной диагностике. Я понимаю, что многие очень скептично относятся к этому методу исследования. Однако, дорогие друзья, я крайне призываю вас отменить ваш скепсис и послушать, о чем говорит моя многоуважаемая коллега. Меня зовут Железникова Елена Юрьевна. Я врач гомеопат, с постажем уже около 25 лет. Врач биорезонансной диагностики, вегетативно-резонансной, если правильно. Врач-непрессолог, генетолог, врач спортивной медицины, лечебной физкультуры. Ну, также терапевт, врач общей практики. Также я гомо-токсиколог, реабилитолог. Вот, допустим, вот вам я хочу подобрать дренаж. Дренаж, который будет помогать выходить из организма, удалять кандидуальдоказ. Тут вот есть дренаж лимфы, дренаж ЖКТ. Потому что все-таки он в ЖКТ находится. Очень часто вот этот учебный препарат ДРИ-5, дренаж ЖКТ, он как бы помогает. А эндотоксин покажет аппарат? Да, тут экзотоксины, эндотоксины, конечно. То есть тут прям вот есть блок целый диагностический. Все, ну, токсинам, пузмалогенам, впрочем, то есть мы полностью можем понять. Он все это показывает, да. То есть он ферменты показывает все, какие есть. Аллергены вообще какие есть. Вообще в природе существуют аллергены, да. Там, скажем, химические, биологические. Это разные травы, растения, пищевые, аллергены. Ну, в общем, вот все, да. И специи, и химические всякие вот эти вот Е, которые, да, эмульгаторы. Вот очень, кстати, сейчас часто тестируется аллергическая реакция у людей, да. На вот эти вот Е, которые входят в красители, да. Вот эмульгаторы. На парабены, которые очень часто входят, там, в косметику, вот, средства, там, уходу, там, за собой. Вот, ну, обратите внимание, вы домой придете, и вот пересмотрите вообще вот все свои гели, шампуни, вот. Ну, там много, да, таких цинцерогенных вещей. Вот, поэтому вот на парабены у людей очень прям такая бурная реакция. Мало того, что аллергическая, и у многих людей уже, да, вот эти вот метил, бутил и прочие продукты. Аллерген, они даже показывают у меня, тестируют тоже предонкология. Вот, например, я тест-маркер-бюро предонкологии, и, соответственно, как бы вот они могут к этому приводить. Вот, очень часто, кстати, сейчас аллергии на пальмовое масло. Тоже нужно обратить внимание вообще, да, в продуктах, потому что я вот, ну, очень подробно смотрю состав. В супермаркете, если что-то покупаю, если там есть пальмовое масло, там, печенье, еще в чем-то. Да, это и онко насторожен. Да, это продукт не берется, однозначно, потому что, ну, как бы, да, ворсинки кишечника все очень сильно, скажем так, забиваются. И очень сильно закисляет организм. Вот, здесь, кстати, можно тоже посмотреть в этой программе кислотная щелочность, да, вот, потому что это очень важно. Если организм у нас поврежден, имеется в виду различными токсинами, то он у нас закислен. Вот, и тут можно определить, то есть, насколько он закислен, какая у него реакция, кислотная, щелочная, то есть, ну, насколько это вообще актуально, да, вот это вот закисление ацетоза. Вот, и, соответственно, как бы, каким образом организму можно помочь. Тоже, как бы, выстраиваться алгоритм, прям вот во время диагностики. Вот, что тут еще можно посмотреть? Расскажите нам про диабет. У нас зрители, да, очень интересуются диабетом, много людей, со вторым именно типом, особенно. Ну, во-первых, тут что можно посмотреть? Ну, те или иные эндокринные нарушения, да, вот есть, как бы, индекс эндокринный, там, слабые, сильные, очень сильные, чрезвычайно сильные, да, определение состояния эндокринной системы, ну, то есть, это напряжение эндокринной системы, истощение эндокринной системы, да, и какие органы и мишени, они, допустим, истощены. Вот, также можно посмотреть наличие гормонов, скажем, или смысл, не наличие гормонов, а изменение гормонального фона, вот, допустим, там, или гормон какой-то там увеличен, вот, в отличие от нормы, или, наоборот, сниже. То есть, это тоже можно посмотреть. Соответственно, также можно определить наличие той или иной бактерии, которая может постельно приводить к диабету, вот, в частности, вот, класс 3, идем, ну, допустим, можно будет посмотреть на вас, да, в каком состоянии у вас эндокринная система находится. И вот в руку есть, да, да, это ему пассивный электрод, вот, и вот сейчас мы, значит, нагружаем вашу безразводимую точку, и смотрим, есть ли вообще напряжение эндокринной системы, какая... Да, и какая степень, да, ну, вот сейчас пока ты стремишь. Вот. Ну, значит, вот напряжение эндокринной системы есть, первая степень, в принципе, небольшое. То есть, сейчас смотрим, где конкретно, то есть, какой... Это может быть после тренировки? Может быть. Может быть. Очень часто, да. То есть, если первая степень вот такая, как бы, слабая, то может ассоциироваться с... Да, совершенно верно, то есть, когда вот уже перетренированность такая немножко идет... Да, да, все верно, абсолютно, дорогие друзья, верно. Я, как говорили, набираю и тренирую сейчас. Впервые за два года я вернулся к профессиональным таким тяжелым спортивным тренировкам, веса увеличил, вообще, и всю общую нагрузку, так что все как во книжке. Понятно. Вот, и мы можем посмотреть, да, какой все-таки орган и мишень сейчас из эндокринной системы, ну, больше всего вас страдает, скажем, да? Вот сейчас можем посмотреть. Круто, круто. То есть, смотрим, допустим, да, ну, щитовидная железа. Ну, как бы нет. Вот сейчас. Дальше смотрим пары щитовидной железа. Так. Нет. Сдавал. Правильно, все пусто. Только недавно получил паразгармон. Дальше смотрим эндокринные органы. Так. Что у нас тут в брюшной полости? Ну, у нас в первую очередь, конечно, пожелудочные железа интересуются. Вот. Вот, смотрим. Тут должно быть что-то. Вот, кстати, да, в поджелудочной это есть напряжение. Нинсулин 12 у меня, как я уже рассказывал. В поджелудочной это есть. Так. Дальше. Вот мы нашли. Угу. Вот он, орган мишень, в котором есть, значит, напряженность, да, эндокринная система. Поджелудочный? Поджелудочный. Вот. Я, допустим, ну, уже 20 лет занимаюсь, да, диагностикой. И уже знаю, какой вирус чаще всего. Вам проще, да, вы сразу хоп-хоп по цепочке. Конечно. Я сразу выстраиваю цепочку. Я вот открываю, как бы, вирус коксаки. И вот мы сейчас посмотрим, есть ли у вас вирус коксаки. Действует ли он на поджелудочную железу. Вот мы его сейчас определяем. Ну, а вирус коксаки у вас есть. А он реагирует на анофероны, допустим? Он реагирует каким образом? То есть у него есть две стадии. Стадия активного размножения. Вот. Когда его в периферической крови видно, вы сдаете кровь из скобитальной вены, да, и вам его отстроят и показывают, что титры повыше. Угу. Эврика, да? Есть. Он повыше. Потом. У него есть стадия латентного носительства. То есть когда иммунная система его хорошо распознала, допустим, вы там иммуномодулятор какой-то подключили. Да, да, да. Вот. Значит, он его активность загасил, скажем так, но он никуда не делся. Он как в организме сидел, в частности, у вас на поджелудочной железе. То есть он у вас находится в фазе желудочной железе. Он, мы можем понять, он в активной фазе, допустим? Да, конечно. Вот я сейчас как раз вот смотрю. Ага. Ну, он, в принципе, да, у вас в активной фазе, потому что вот D30, D60 тестируется, да, это о чем говорит о том, что он прекрасно себя сейчас чувствует, все имеется в виду, он размножается. Вот. А вот D200, да, сейчас посмотрим. Вот. Ну, в принципе, нет. Сейчас он как бы вот в стадии у вас подострого носительства. То есть, видимо, иммунная система с ним уже начала справляться. Вот. То есть это вот неострая стадия, да, активная репликация. Потому что есть же активная репликация, когда в клетках размножается, да, проникает в ДНК, клетки хозяина там не перестраивает, а тут вот, ну, как бы подострого носительства. Вот. Но, тем не менее, вирус это у вас хронический, то есть в организме у нас есть, вот. И, соответственно, аноферону тут мало помогает, скажем так. Вот. И вообще с иммуномодулятором очень крайне надо быть осторожным, потому что вот по моему опыту, да, и длительное применение иммуномодуляторов, которые совершенно неконтролируемые, да, то есть лечный иммунитет был, морально не проверяется, просто человек как любит иммуномодулятор, пьет их там два раза в год, вот. Потом это приводит к кистам в селезенке. Да, но это основное, вот, с чем люди ко мне приходят тоже, ну, то есть ему когда-то назначили, человеку помогло, чаще прием Штейна Бар, да. Вот, и все, и человек там, соответственно, у него что-то высеялось, или там клиника какая-нибудь появилась, он за иммуномодулятором. Вот у вас прекрасный препарат вышел, называется дренаж, незначимально метаболический, да, это вот как бы компания Ахом, да, но это не то, что там компания рекламирует, то есть у них просто прекрасный дренажный препарат, который вот помогает, скажем, элиминировать, вывести вот этот вот вирус в организме, вот, поэтому вот, ну, есть смысл вот его прописать. То есть я его могу найти на просторах? Ну, в принципе, его можно вот здесь, вот, в этой чудной коробочке, которая называется селектор, да, он здесь есть, да, его просто можно будет сделать на кубку, энергоинформационную копию записать, и вы, соответственно, этот препарат будете принимать, как у меня, в общем-то, и делают пациент. Вот, то есть им подбирается терапия, то есть никуда идти не надо, там, на просторах интернета, как вы говорите, искать, да, вот, я сразу же делаю препарат, вот, вот этот вот, допустим, ДРЕ-16, медуниформально-метаболический дренаж, и все, назначают схему лечения, то есть тут можно будет даже, ну, как бы посмотреть, сколько его принимать, но это когда вот я его уже, допустим, приготовил, просто сейчас крупки нет с собой, вот, сколько, допустим, даже крупинок в день, да, кратность приема, это прям можно вот на, вас протестировать, то есть уже организм, вот он уже на это отмечает, вот, ну, возвращаемся к нашей поджелудочной железе, да, что же еще, в принципе, может приводить, вот, к напряжению эндокременной системы, очень часто это клостридиальная микрофлора, то есть мы ее тоже можем посмотреть, это, допустим, у нас бактерии, да, нас интересует, так, клостридиум рамосум, да, то есть это бактерия, которая очень часто приводит, допустим, к наличию ее в организме, но вот очень часто приводит к диабету второго типа, вот мы сейчас посмотрим, есть анализы, ну, нет, с клостридией нету. Эх, не зря я ее бил, она была у меня повышена, да, вот, ну, сейчас, видимо, вот уже, ну, по крайней мере, сейчас организм нам, вот, не сигнализирует активно, что она есть, но, в принципе, можно посмотреть другую микрофлору, которая в организме может быть, кроме клостридиума. Ну, там после Азии, я думаю, у меня гораздо серьезнее там должно вырасти, просто я там... Да? То есть суши ели? Я объел просто все, что там, вот, экзотическое было. Вот, у меня есть пациенты, которые полгода живут в Индии, полгода живут в России, да, и, ну, они там духовным практиками родащими занимаются, вот они через полгода, когда из Индии приезжают, приходят ко мне на диагностику, мы у них находим те или иные гельминты, и их активно лечим. То есть они прекрасно это все понимают, что, ну, в общем-то, да, в Индии выразиться гельминтами это легко. Вот, соответственно, гельминты тоже смотрим все. Вот, у меня был случай буквально, наверное, в прошлом году, значит, мама привела мальчика, да, говорит, у нас аллергия на березу. Значит, когда цветет береза, у него, значит, конъюнктивит, винит, ну, в общем, как бы-то все вот так вот бурно, да, протекает. Начали тестирование. Так как у меня здесь есть все аллергены в программе, тестируем березу, коробереза, березовые цепочки, листья березы, ну, в общем, как бы всю березу, да, березовый сок даже протестировала. То есть реакция ноль. То есть он не реагирует. Я ей говорю, нет, это не береза вообще приводит у вас к аллергической реакции с АМИ. Тестируем дальше. И выявляем у него кишечники, аскорида. По классике прям. Да. А сколько ему это еще раз? Мальчику 9. 9. Ну да, в принципе, возраст еще такой, как Ваня, часто аскориды. Вот. То есть у него аскоридоз, представляете? И то есть как бы, видимо, совпадает как, что активное размножение и развитие аскориды, они же весной, мы же весной все просыпаем, да, береза распускается, все живое как бы активизируется, да, и гельминты, соответственно, начинают размножаться. И, видимо, вот у него это просто совпадало вот с периодом вот цветения березы. После того, как мы из организма у него, скажем так, вывели аскориду, вот, то есть там и частотные программы, противоглиминтные он пил, ну, как бы не токсичные, типа вермокса, да, то есть есть ряд растительных препаратов, которые, в общем, даже эффективнее, чем вермокс, могу сказать, но у него нет токсического действия, которое оказывает там тот же вермокс и другие противоглиминты. такие вот, которые, ну, токсически на печень действуют. Вот, то есть сейчас мальчик прекрасно вот гуляет, ну, вот не сейчас, допустим, да, ну, чуть больше года назад, то есть следующее цветение березы в мае, они в парке гуляли, и не было никакой реакции на березу, а мама была вот уверена, что это вот у него реакция на березу. Она просто была банальная оскорбовка. Вот, кстати, очень часто вообще у детей, подростков, да и не только у детей, подростков, вообще даже у взрослых людей есть гельминты, о которых они даже не подозревают. Вот, причем, как бы, такие вот жалобы там, да, и на боли в сердце могут возникать, и на головные боли. У меня тогда вот случай был, значит, ну, несколько лет назад. Мама привела дочку. Дорогие друзья, тема биорезонансной диагностики достаточно широкая. Мы ждем ваших лайков, ждем ваших вопросов в комментариях. Обязательно пишите нам. Субтитры сделал DimaTorzok